Здравствуйте! В эфире Настоящее Время и студия Вашингтона. С вами Олесь Кругляков. Сегодня в программе. Обстановка на линии разграничения на востоке Украины обостряется. Город Маренко под артиллерийским обстрелом. Грузинские спецслужбы ищут иностранный след в деле о попытке взрыва газопровода. Все российские спортсмены пропустят Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро. Обзор новостей начнут коллеги в Праге. Слово Сергею Дорофееву. Сергей, пожалуйста. Далее события дня в настоящем времени. Здравствуйте. Пьяные боевики, так называемые ДНР, целились в наблюдателей ОБСЕ и искали шпионов. Об этом говорится в отчете миссии на сайте организации. Вооруженные люди остановили два автомобиля миссии и в нарушении существующих правил провели обыски. Боевики, по их словам, искали оборудование, используемое для шпионажа и видеосъемки. Все это, по словам наблюдателей, происходило под прицелом пулеметов. Ничего не найдя, членов миссии ОБСЕ отпустили. Обстановка на линии разграничения обостряется. Каждый вечер с наступлением сумерек начинается обстрел. Под артиллерийский огонь попал город Маренко в Донецкой области. Загорелся частный дом, никто не пострадал. Всего же за прошедшие сутки со стороны так называемой ДНР огонь открывался 54 раза, сообщает пресс-центр антитеррористической операции. Наши корреспонденты во время этого обстрела были на позициях украинской армии. Украинская армия вели огонь из крупнокалиберных самоходных установок, говорят украинские военные. Разве эту сколку и сюда достают? Савушка. В больничку чешу. Но не попали, только раз попали. Куда-то. Среди гражданских лиц пострадавших нет. Ранения при этом получили 8 военнослужащих украинской армии. Жертв также нет. Сейчас в Маренке тихо. Утром мирные жители и военные вышли на площадь по случаю Дня государственного флага, который отмечается в Украине сегодня. Ну а эти кадры из поселка Широкино под Мариуполем. Боевые действия ведутся между украинской морской пехотой и боевиками так называемой ДНР. По словам военных, ночной бой продолжался более трех часов. При этом применялись минометы и гранатометы. Позиции министра внутренних дел Украины Арсена Авакова могут пошатнуться. Еще недавно его положение в украинском политикуме считалось одним из самых прочных. И вот неожиданно Соломенский суд Киева разрешил антикоррупционному бюро проверить телефонные звонки и смс-сообщения министра. Такое решение суд принимает, расследуя уголовное дело о закупке рюкзаков для МВД по завышенной цене. В этой сделке якобы участвовал сын Авакова и бывший заместитель министра. Подробнее Марина Ступак. Шесть тысяч рюкзаков для Национальной гвардии МВД закупила в начале прошлого года. Одна из фирм, которая выиграла тендер Днепровент, должна была поставить пять тысяч рюкзаков стоимостью около 100 долларов за каждый. Согласно материалам суда, закупку осуществили по завышенным ценам, а товар поставили не в полном объеме. Таким образом, следователи подозревают, что должностные лица МВД по предварительному сговору с фирмой Днепровент заключили фиктивную сделку. Следствие установило, Днепровент рюкзаков не шило и вообще никакой хозяйственной деятельностью не занималось. В антикоррупционном бюро заявили, к сделке имеет отношение сын министра внутренних дел Александр Аваков и экс-заместитель главы МВД Сергей Чеботарь. Это видео появилось в интернете в феврале этого года. На записи разговор между якобы сыном Авакова и на то время еще заместителем его отца. Речь якобы идет о закупке рюкзаков для Нацгвардии. Вместе с тем подтвердители опровергнуть свое участие в сделке сам Александр Аваков не захотел. О возможной причастности сына главы МВД Кафири говорит и журналист-расследователь Дмитрий Гнаб. Он также занимался расследованием сомнительной закупки. Путем несложного поиска в социальных сетях удалось выяснить, что телефон этой фирмы, который фигурировал в тендерной документации, принадлежит, это мобильный телефон Владимира Литвина, харьковского предпринимателя, давнего друга, приятеля Александра Авакова. Наши источники сказали, что они давние друзья вместе ездят в покер играть. По данным НАБУ, координировать действия всех участников сделки мог глава МВД Арсен Аваков. Сам Аваков у себя в фейсбуке ранее неоднократно комментировал ситуацию так. Тендерная процедура закупок была безупречна и поставка была реальной в срок, без малейшего нарушения. Ни я, ни моя жена, ни мой сын не имеют и не имели отношения к поставщикам. Политолог Тарас Березовец уверен, таким образом против Арсена Авакова началась специальная информационная кампания. И это при том, что еще недавно позиции Арсена Авакова считали одними из самых прочных в украинском политикуме. Господин Аваков принадлежит к одной политической группе с Александром Турчиновым, Арсением Яценюком. Я считаю, что конечной целью господина Авакова является, поскольку сегодня Турчинов контролирует, как секретарь Совбеза, контролирует в значительной мере вопросы военных закупок, контролирует силовые структуры. И, естественно, достаточно много желающих сегодня получить его должность. Вместе с тем, ранее детективы антикоррупционного бюро получили доступ к банковским счетам компании-поставщика рюкзаков. Результаты проверки пока неизвестны. Марина Ступак, Евгений Педин. Настоящее время. Киев. Пять человек задержали грузинские спецслужбы за попытку подрыва участка газопровода России-Армении. В службе госбезопасности Грузии при этом не исключили, в деле может появиться и иностранный след. Ряд грузинских экспертов, в свою очередь, предостерегли власти от угрозы ввязаться в международный скандал. Подробнее взгляд Мичедлишвили. По делу о попытке взрыва на грузинском участке газопровода, по которому в Армению из России поступает природный газ, задержаны семь человек. Все граждане Грузии. Один из обвиняемых – действующий сотрудник патрульной полиции. В службе государственной безопасности рассказали, что у задержанных изъяты боеприпасы, в том числе тротивовые шашки и детонаторы. Следствие установило, что задержанные лица готовились взорвать открытый участок газопровода, пролегающий по реке Арагви у села Сагурамо. В персональном компьютере одного из обвиняемых также обнаружена карта, на которой отмечены места планируемых взрывов. Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям, в том числе по статье «Подготовка террористического акта группой лиц». Между тем, от внимания журналистов не ускользнула любопытная деталь. Один из обвиняемых, фигурирующих в оперативном видео СГБ, одет в футболку с символикой Украины. По этому поводу следователь сделал разъяснение. По информации следствия, один из задержанных часто бывал в Украине. Однако пока не установлено, управлялась ли эта преступная группа из этой страны. Заявление представителя СГБ вызвало крайне противоречивую реакцию среди грузинских политиков. В то время как представители правящей силы благодарят спецслужбы за предотвращение теракта в едином национальном движении партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, ныне возглавляющего Одесскую область Украины, говорят о попытке властей политизировать дело. В первую очередь это удар по спецслужбам Грузии, которые теперь занимаются не обеспечением безопасности страны, а нейтрализацией политических оппонентов. В самой Украине пока не делают никаких комментариев по поводу заявления, прозвучавшего в Тбилиси. Однако некоторые грузинские эксперты полагают, что Грузия таким образом рискует оказаться на пороге большого международного скандала. Думаю, мы имеем дело с очень примитивной пропагандой, для чего нужно было упоминать соседнюю и дружественную нам страну. Это было лишним. Но есть эксперты, которые считают, что международный скандал маловероятен. Дело в том, что заявление грузинских спецслужб, по их мнению, было адресовано вовсе не официальному Киеву, а представителям бывшего руководства Грузии, осевшим в Украине. Так сказать, для внутреннего обывателя. Предвыборная гонка в Грузии вступила в самый разгар, и в этой борьбе все средства хороши. Что касается задержанных по делу о попытке взрыва на газопроводе, то пока только один обвиняемый признал свою вину. Однако организаторы не называются. Звиат Мчадлишвилин и Камаладина Швили специально для настоящего времени Грузии от Тбилиси. Российского солдата, убийцу семьи в Гюмрии, армянский суд приговорил к пожизненному заключению. Процесс над Валерием Пермяковым закончился. Военнослужащий признал свою вину, однако давать показания отказался. Семь членов семьи Аветисян были убиты 12 января прошлого года. Рядовой Пермяков сбежал с автоматом из части российской военной базы в Гюмрии, проник в чужой дом, застрелил 6 человек и смертельно ранил полугодовалого ребенка. В тот же день солдаты задержали российские пограничники, охраняющие армянно-турецкую границу. Сразу после похорон погибших в городе прошла массовая акция с требованием судить Пермякова в Армении, а не на российской базе. В акции приняли участие несколько тысяч человек. К вечеру протесты переросли в столкновение с полицией. В итоге Армения с Россией договорились. Обвинение в дезертирстве и краже оружия рассматривал российский гарнизонный суд Гюмрии. В августе прошлого года он приговорил Пермякова к 10 годам колонии. Армянский же суд выносил приговор по делу о массовом убийстве. Где будет отбывать наказание Пермяков, пока неизвестно. Спортивный арбитражный суд оставил в силе запрет на участие российских спортсменов в паралимпийских играх в Рио. Как сообщается, в связи с программой употребления допинга, поддержанной в России на государственном уровне. Соответствующее решение высшей спортивной судебной инстанции было опубликовано во вторник. Таким образом, по меньшей мере 250 российских спортсменов пропустят паралимпиаду, которая пройдет в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября. А тем временем организаторы подводят итоги завершившихся в воскресенье Олимпийских игр. По официальным подсчетам, на их проведение было потрачено от 4,5 до 6 миллиардов долларов, что намного меньше, чем на Олимпиады в Сочи и Лондоне. Даниэль Кампо сам построил этот дом в районе Куришика, к северу от Олимпийского парка. В 2012 году полицейские, пришедшие к нему домой, сказали, что он должен покинуть свое жилье. Его дом стоял на пути будущей трансолимпийской магистрали из Олимпийского парка к ластеру Диадора. Кампо вспоминает, что после того, как он и его соседи отказались переезжать, власти разрешили им остаться, но разрыли канализацию прямо перед их домами. Нам обещали, что канализацию уберут, а реку очистят. Река не очищена до сих пор. Власти города построили небезопасные проходы в обход канализации. Даниэль был вынужден взять несколько кошек, чтобы защититься от крыс, которые бежали в дом. Инвестиции в инфраструктуру, включая шоссе, железные дороги, отели и спортивные объекты, стали положительным наследием игр. Однако есть и социальные издержки. По подсчетам, около 20 тысяч человек в Рио были выселены из своих домов в связи со строительством олимпийских объектов. Некоторым в буквальном смысле объявили о выселении накануне вечера. Зачастую к тем, кто оказывал сопротивление, применяли силу. Это ужасное наследие Олимпиады. 74-летняя Эндида Суса говорит, что власти города хотели поместить ее в приют и снести ее дом. Я сильно испугалась, услышав, что мне нужно переезжать. Мне стало грустно, когда я увидела, как разрушают дом моего соседа. А потом вокруг поднялась пыль. Потом я заболела. Сауза утверждает, что из-за пыли у нее развилась пневмония. Колебания земли при строительстве повредили ее дом. Городские власти говорят, что она может остаться в своем доме, но отказываются исправлять повреждения. И вновь эфир из пражской студии. Тракторный марш продолжает свое движение на Москву. Его участники отказались от переговоров с властями, после того, как одного из трактористов минувшей ночью избили полицейские. Кубанские фермеры выехали из станицы Казанская Краснодарского края на Москву, чтобы пожаловаться Владимиру Путину на коррупцию и рейдерские захваты земли. Накануне к фермерам присоединились дальнобойщики. Подробнее Дарья Соловьева. Эта история могла закончиться мирно. Участники тракторного марша и присоединившиеся к ним дальнобойщики согласились приехать в Краснодар для переговоров с губернатором и заместителем полприода президента в Южном федеральном округе. Приглашение на встречу им передали несколько десятков полицейских, заблокировавших фермеров в гостинице. Мы отказались от предложения этого шикарного. Но когда вышли и увидели, что там предложение, от которого нельзя отказаться, люди должны по доброй воле с тобой соглашаться. Не так, что ты поставил перед фактом, либо вы едете на Краснодарский край, либо я вас сажаю в кутузку. Участники пробега выбрали первый вариант и приглашение приняли. Встречу назначили на 23 августа. Фермеры уже было думали, что завтра развернут технику в сторону дома или, по крайней мере, продолжат марш на Москву без проверки документов каждые тысячу метров. К ним даже приезжал полпред Путина в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Отговаривал ехать в Москву и многое обещал. Полпред пообещал нам, что если наши вопросы в течение одного дня не будут решены, то он даст добро нам на дальнейшее движение тракторного пробега до Москвы. Ночью представители объединения перевозчиков Сергей Владимиров и Рустам Маломагомедов заметили около припаркованных тракторов людей в форме ОМОНа. Включили камеры на мобильных. Телефоны у них отбирали так, что побои пришлось фиксировать в травмпункте. После этого фермеры от встречи с чиновниками отказались и решили продолжить марш на Москву. Одним из первых эту новость сообщил Василий Мельниченко. Фермер из Свердловской области прославился два года назад после выступления на Московском экономическом форуме, где заявил, что в России, цитата, «уровень бреда превысил уровень жизни». Мельниченко активно поддерживает участников тракторного марша. Речь не то, чтобы очень похожа на предвыборную, но не все знают, что стабильности Василий Мельниченко собирается добиваться в Госдуме РФ. В списке кандидатов в депутаты от партии «Зеленые» он под номером один. В настоящее время участники марша остаются заблокированными на территории гостиницы. Им говорят, что для их же безопасности пока расследуется ночное происшествие. Я думаю, почему полиция препятствует передвижению? Да она не препятствует передвижению. Машины заблокированы. Да не то, что машины заблокированы. Они не заблокированы, а просто сегодня принято решение. Они сейчас находятся под охраной здесь. И сейчас мы должны съездить в Краснодар. Ну то есть сейчас человек может съесть трактор и поехать дальше? Значит, сегодня мы едем. Этот вопрос не обсуждается. Участники марша теперь ждут прибытия членов Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области и дальнобойщиков, которые утром во вторник выехали из Москвы на помощь фермерам. Правда, сразу на выезде из столицы водители большегрузов остановили, изъяли документы и обвинили в неповиновении полиции. Дарья Соловьева, Елена Романова. Настоящее время. Интерпол задержал в Таиланде бывшего депутата от Единой России, хакасского предпринимателя и экс-депутата Гурсовета Черногорска Василия Смольникова обвиняют в присвоении денег, выделенных на строительство домов для погорельцев. Весной прошлого года в Хакасии бушевали лесные пожары. Без крова остались около 5000 человек. Новые дома, которые власти возвели взамен сгоревших, оказались непригодны для жизни. Неработающая вентиляция, на стенах плесень. Люди вышли на митинги, жаловались и сами строители. Денег за работу, по их словам, они не получили. По версии следствия, генподрядчик присвоил себе 17 миллионов рублей, это 263 тысячи долларов, и решил не возвращаться из отпуска в Таиланде. Смольникова объявили в международный розыск в феврале. В наших эфирах мы уже не раз рассказывали о бедственном положении погорельцев из Хакасии. В Министерстве строительства республики при этом утверждают, за последние полгода строителям удалось устранить большую часть проблем. Сейчас все еще продолжают поступать жалобы, но они единичные. Генеральный подрядчик, в принципе, обязан устранять этот брак в течение гарантийного срока. Вот с этим у нас сложность. Учитывая, что руководитель Черногорского отдела строя исчез, наше управление капитального строительства работает сейчас напрямую с субподрядными организациями, обязывая их устранять строительный брак, допущенный их фирмами, за собственный счет. В принципе, практически по всем домам сейчас замечания устранены. Мы отправили наших корреспондентов встретиться с погорельцами, узнать, все ли действительно так, как рапортует чиновники. Так что к этой теме мы еще вернемся. Командующий американской операцией против группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии генерал-лейтенант Стивен Таунсенд усомнился в целесообразности более активного военного сотрудничества с Россией. По его мнению, миссия в Сирии может быть выполнена и без этого. При этом Таунсенд отметил, что любое решение о сотрудничестве с Москвой будет принимать все-таки администрация президента Обамы. «Как солдат я довольно скептически отношусь к русским», заявил Таунсенд в телефонном интервью Associated Press из Багдада. «Не знаю, насколько я склонен верить в то, что мы можем сотрудничать с ними». Заявление Таунсенд отражает нежелание многих американских военных тесно сотрудничать с Москвой в Сирии. Вызвано это главным образом тем, что Россия выступает на стороне президента Башара Асада, против которого сражаются поддерживаемые США повстанцы. Выступая в понедельник перед журналистами, пресс-секретарь Белого дома Джордж Эрнст отметил, что поддержка России и сирийского режима, который ведет беспорядочные бомбардировки, лишь усугубляет ситуацию. «Мы прямо дали понять России, что продолжающаяся поддержка сирийского режима в то время как он осуществляет подобные беспорядочные военные действия лишь усугубляет хаос внутри Сирии, разжигает насилие в этой стране, обостряет напряженность, подпитывающую силы экстремистов. Именно поэтому нам трудно поверить в то, что у России есть четкая стратегия борьбы с экстремистами. Пока большая часть ее стратегии опирается на оказание поддержки именно тем видам деятельности, которые подпитывают этот экстремизм». В понедельник госсекретарь Керри выразил надежду на скорое окончание американо-российских переговоров по Сирии. Он отметил, что на обсуждение деталей осталась неделя, после чего он может еще раз встретиться с министром иностранных дел России Лавровым. Между тем, спикер парламента Ирана Алила Реджани заявил, что российские военные продолжают использовать иранскую авиабазу «Хамадан». «Полеты не приостановлены. Иран продолжает сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом», сказал Лавровый Реджани. Вместе с тем он заметил, что базы не предоставлены России на постоянной основе. Ранее в прессе появились сообщения о том, что россияне якобы хотели использовать авиабазу не только как аэродром подскока, но и как полноценный военный объект с размещением там соответствующих арсеналов, что не устроило иранскую сторону. Вице-президент США Джо Байден прибыл в Латвию в стремлении успокоить балтийских союзников, которые с тревогой следят за действиями соседней России. Как сообщает посольство США в Латвии, в ходе встречи с президентами стран Балтии, Байден подтвердил обязательства Соединенных Штатов по исполнению пятого пункта договора НАТО о коллективной обороне. А уже завтра Байдена ожидают переговоры в Турции. Американский вице-президент станет самым высокопоставленным западным лидером, который посещает эту страну после попытки военного переворота. Многие турки возмущены недостаточной, по их мнению, солидарностью со стороны Запада, в то время как на Западе обеспокоены волной репрессий в отношении граждан, заподозренных в нелояльности. Турция столкнулась с целой серией террористических атак наподобие той, что произошла в субботу на курдской свадьбе в Газиантепе. До этого в стране произошла попытка переворотов, в ходе которой здание парламента впервые подверглось бомбардировке. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст рассказал о целях визита вице-президента Байдена. Прежде всего, вице-президент даст понять, что мы будем и дальше оказывать надежную поддержку нашим союзникам в Турции. Очевидно, что эта страна проходит через серьезные испытания. Некоторые аналитики отмечают, что большинство жителей Турции считают, что США и Европейский Союз слишком критически относятся к реакции Анкары на попытку государственного переворота. Для турецкого общественного сознания это загадка. Почему так происходит? Почему потребовалось так много времени, чтобы давний союзник Турции выразил свою солидарность и проявил ее в виде визита в Турцию? То же самое относится к ЕС. Президент Турции Эрдоган обвинил проживающего в США исламского проповедника Фетхулу Гюлена в организации неудавшегося переворота и потребовал его немедленной экстрадиции. «Мы говорим Америке. Разве мы не являемся стратегическими партнерами? Разве у нас нет договоров об экстрадиции? Когда вы просите об экстрадиции террористов, мы не просим предоставить документы». В своем особняке в Пенсильвании Гюлен заявил голосу Америки, что он не причастен к перевороту и осудил насилие. Вот что сказал его адвокат. «Это будет беспрецедентный и возмутительный случай, если США возьмут немощного, почти 80-летнего старика, бросят его в самолет, чтобы он вернулся в страну, все правительство которой рассказывает о нем – гнусные вещи». По всей видимости, Байден повторит в Анкаре то, что пресс-секретарь Эрнст пояснил в понедельник. «Существует договор об экстрадиции между США и Турцией, который действует уже более 30 лет». Эрнст сообщил, что несколько сотрудников Министерства юстиции США отправятся в Турцию на этой неделе, чтобы изучить часть собранных турецкими властями улик в отношении Гюлена. По его словам, США примут решение на основе улик и положений договора. Президент Обама во вторник посетит штат Луизиана, чтобы оценить масштабы ущерба, причиненные наводнением. Несколькими днями ранее он подвергся критике за то, что не прервал свой отпуск, чтобы отправиться в затопленный штат. По заявлению Белого дома в этом не было необходимости, поскольку для президента было гораздо важнее сосредоточиться на федеральной помощи луизиане, а не на появлении фотохроники из зоны бедствия. В самом же штате, между тем, продолжаются восстановительные работы. Жертвы наводнения продолжают очищать и ремонтировать дома, а также искать людей, которые могли пропасть во время наводнения. Наводнение, которое американский Красный Крест называет крупнейшим стихийным бедствием в США со времен урагана Сэнди, унесло жизни по меньшей мере 13 человек и разрушило около 60 тысяч домов. Более 100 тысяч человек обратились за помощью к федеральным властям. «Это разруха, это полная разруха. Эти дома, эти районы, здесь никогда не было потопов, никогда. И вот они под водой. Дома, которые когда-то и были затоплены, вода никогда не попадала внутрь. Поэтому люди не привыкли к таким вещам, они не были готовы к этому. Это всех застало врасплох». Наряду с восстановительными работами идет оценка ущерба. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям говорит, что на помощь уже выделено более 34 миллионов долларов. Над кандидатом в президенты США Хилари Клинтон сгущаются тучи. Ее противники из консервативной группы Judicial Watch обвиняют Клинтон в том, что она использовала служебное положение, чтобы оказывать личные услуги крупным донорам благотворительного фонда семьи Клинтон. Теперь Госдепартамент должен до 22 сентября представить план передачи обнаруженной корреспонденции. Подробности у Вадима Оленичева. Сотрудникам ФБР стало известно о существовании почти 15 тысяч электронных писем Хилари Клинтон, о которых ее адвокаты раньше не упоминали федеральным органам. Речь идет только о тех посланиях, которые нынешняя кандидат в президенты США отправляла и получала, будучи в должности госсекретаря. Эти послания – лишь часть из десятков тысяч документов, наличие которых выявило годичное расследование, проведенное ФБР. Они были опубликованы наблюдательной группой Judicial Watch и относятся к первым дням Хилари Клинтон на посту госсекретаря США в 2009 году. Пресс-секретарь Госдепа Марк Тонер заявил, что его ведомству потребуется сперва тщательно рассмотреть всю корреспонденцию, чтобы убедиться, что Госдепартамент предоставит в срок всю необходимую служебную переписку. Мы пока не знаем, какая часть из этих 14-900 тысяч писем является новой. Число довольно большое и потребуется много времени. Хилари Клинтон подтвердила, что, по ее мнению, она предоставила органам всю служебную почту. ФБР в ходе расследования нашло другие документы, хотя пока что мы не знаем, из какого источника. И теперь нам надо фокусироваться на том, чтобы двигаться дальше и выяснить, когда мы сможем передать их группу Judicial Watch. Что несомненно, так это то, что судьбу этой новой партии электронных данных не оставит без внимания предвыборный штаб соперника Хилари Клинтон на выборах республиканца Дональда Трампа. Его соратники пытаются использовать этот инцидент, чтобы дезавуировать репутацию Клинтон. Особенно после того, как стало ясно, что, будучи госсекретарем США, Хилари оставалась одним из руководителей благотворительного фонда ее мужа, Clinton Foundation. Фонд, напомним, принимал многомиллионные пожертвования от иностранных лиц и организации. Правда, сама Клинтон продолжает отрицать, что доноры Clinton Foundation имели какое-либо влияние на деятельность госдепартамента в период, когда она его возглавляла. Теперь вся Америка будет следить за тем, как кандидат от демократической партии выйдет из этого кризиса. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев, Настоящее время, Вашингтон. Сегодня отмечается круглая и, вероятно, важнейшая дата в истории современной цивилизации. Интернету исполнилось 25 лет. Новое поколение, пожалуй, уже не представляет, как их предки могли обходиться без этого привычного атрибута современной жизни. В день рождения принято вспоминать о прошлом и разглядывать старые фотографии. Так выглядела самая первая страница на самом первом сайте, появившейся в том, что сегодня называется интернетом. А это личная страничка Тимоти Бернс-Али. Четверть века назад он работал в Женеве. В Европейской организации по ядерным исследованиям решил сделать так, чтобы владельцы компьютеров могли обмениваться данными. Для этого Бернс-Али написал несколько программ, которые теперь известны всем. По аббревиатурам URL, HTTP, HTML и WWW. В своей книге «Сплетая паутины» Бернс-Али пишет, что идея интернета появилась в его голове не в результате внезапного озарения. Цитирую, это не было подобием падения легендарного яблока на голову Ньютона, что позволило ему понять принцип земного притяжения. Изобретение всемирной паутины было основано на моем растущем понимании, что существует возможность обмениваться идеями без ограничений. Сеть, придуманная Бернсом Ли, сперва существовала внутри Европейской организации по ядерным исследованиям. Но 23 августа 1991 года было принято решение сделать ее доступной для всех и для каждого. Можно сказать, что это был поистине царский подарок человечеству. Но перед этим Бернс-Ли создал самую первую интернет-библиотеку. Дальнейшая уже общеизвестна. Интернет стал расти, развиваться, сайты исчислялись сперва сотнями, потом тысячами, потом сотнями миллионов. В интернете появились музыка, кино, бизнесы, эротика, виртуальные музеи, банки, личные дневники, социальные сети, любовь и ненависть. Интернет создал новые профессии, отрасли промышленностью. Он переформатировал политику, средства массовой информации и мировую экономику. Интернет стал мобильным и интуитивно понятным. Он постоянно растет и развивается, он дополняет реальность и пополняет мировой лексикон. Он видоизменяет все, к чему прикасается. Он сложен и противоречив, как само человечество. И никто, даже сам его создатель, не знает, какие новые сюрпризы преподнесет всемирная паутина. Это все на сегодня. Спасибо, что были с нами. Я, Олег Скругляков и команда Настоящего Времени в Вашингтоне. Благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами. До завтра. Мы же благодарим Вашингтона, а также всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин